Друзья, всем привет! Сегодня, наконец, есть радостные новости для владельцев смартфонов Poco. На эти аппараты выходит свежая версия Poco лаунчера, которую многие ждали, ведь за последнее время в видеороликах я только рассказывал о MIUI лаунчере, о его возможностях и фишках, и вот пользователи смартфонов Poco немножечко приуныли. Но, наконец, на вашей улице праздник, и давайте сегодня рассмотрим, что же интересного разработчики нам добавляют. Сразу оговоримся по поводу подопытного смартфона. Это Poco F5 под управлением самой последней, самой актуальной прошивки MIUI, которая на него есть. Кстати, на нее также я сделаю обзор в скором времени. Получается, Poco лаунчер, как и обычно, мы должны ставить вручную. Да, это есть такой некий момент-нюанс, который, ну, кому-то нравится, кому-то нет, многие задают вопросы, насколько это безопасно и так далее. Хочу сказать, что если приложение является релизным, если оно начинает распространяться по каким-то тестерам, они эту всю историю сливают в интернет, то в целом ее можно поставить. И тем более, я на своем примере также сразу устанавливаю, тестирую, смотрю, что собой представляет данное обновление, и лишь только потом я вам это все загружаю в свой телеграм-канал. Кстати, рекомендую на него подписаться, чтобы быть всегда в курсе самой свежей и актуальной информации о бренде Xiaomi и MIUI в частности. Так вот, Poco лаунчер. Давайте посмотрим, что по цифрам. Ну, с одной стороны, да, их обновляют, и версия от 15 сентября, грубо говоря, самая актуальная. Насколько мне не изменяет память, самая последняя версия Poco лаунчера до этого была еще от мая месяца. То есть, разработчики не особо-то активно обновляют этот лаунчер, если брать во внимание тот же MIUI лаунчер, который чуть ли не каждую неделю там как-то пытаются обновить. Но вот какая незадача, друзья, я хочу вам сразу сказать. Когда вы устанавливаете эту версию Poco лаунчера на свой Poco фон, то вы, к сожалению, не получаете до сих пор возможности редактировать папки на рабочем столе. То есть, вот, пожалуйста, мы всю эту историю провернуть не можем. И, к сожалению, это очень печальный момент. Второй же момент, который мы также не можем получить, это поисковик по умолчанию. Если вы смотрели видеоролики про MIUI лаунчер, там я рассказывал, что добавляется новый поисковик, и с ним можно поиграться. Тут, к сожалению, данная история не работает. По настройкам ничего сверхнового у нас с вами не добавляется, но опять же, в зависимости от смартфона. Если же говорить на примере F5, то тут у нас минус первый экран присутствует, то есть лента виджетов. Но она, к сожалению, работает не так, как хотелось бы. Ну, вот как бы мы делаем такой свайп сюда, получаем ленту виджетов, да и все. Мы из нее ничего вытаскивать не можем. И, соответственно, новых виджетов у нас также на рабочем столе не добавляется. Ну, вернее, их меню такого редизайна. Но теперь, с другой стороны, я вам хочу сказать, что работа смартфона стала получше. И то есть, это даже отмечают у нас в комментариях, пишут люди, что они поставили эту версию, и смартфон начал работать быстрее. Там как бы и анимации стали не такими-то порными, ну и так далее. Да, конечно, хочется, чтобы было все и сразу. Хотелось бы, чтобы разработчики больше внимания уделяли именно этой версии рабочего стола. Но вот, к сожалению, они, ну, вы сами понимаете, ввиду каких-то маркетинговых особенностей, не уделяют этому рабочему столу внимания. По поводу размера значков и цвета фона, все работает корректно и прекрасно. Но если вы, к примеру, ставите какую-то стороннюю тему, то у вас, соответственно, на рабочем столе этот цвет иконок применяться не будет. И вы также можете заметить, что у меня только что так и произошло. Почему? Потому что я поставил значки от темы MIUI 11 для того, чтобы у меня были анимации выхода из приложений. И вы это можете сейчас наблюдать на своих экранах. То есть, таким образом можно обхитрить систему и получить себе те самые анимации на смартфонах Poco, но при этом пожертвовать цветом иконок. Я всю эту историю попробовал провернуть, что на F3, что на X3 Pro, все работает отлично. Так что можно пробовать и устанавливать. Даже сейчас ради интереса попробовал поиграться с этими всякими там сетедитами, лентами, виджетов и так далее, чтобы поиск запустить. Увы, такие не получаются. Так что разработчики и в этом плане Poco Launcher обделяют. Но, а так в целом, если подвести итог этому видеоролику, то я могу сказать следующее. Разработчики в кое-то веке обновили Poco Launcher. Хуже не стало, ошибок не вылетает. Можно обновить на своем устройстве. Ну, скажем так, получить обновление в плане там анимации, в плане улучшения быстродействия и так далее. Но не более того. То есть, каких-то новых фишек разработчики, к сожалению, не добавляют. Но хотя бы спасибо, что есть та же самая стабильность. То есть, если вы давно ждали обновления для Poco Launcher, а если вы хотите всю эту историю поставить, то это тот самый момент, когда стоит это сделать. И актуальную версию на Poco Launcher вы найдете в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь и следите за актуальными обновлениями стоковых приложений на свои смартфоны. Ну, а если у вас остались еще какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях. Там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.